В данном сегменте мы поговорим о правилах перегрузки некоторых операторов. Под правилами я здесь понимаю не что-то обязательное, а скорее правила хорошего тона. Я расскажу о том, как естественно и логично перегружать некоторые операторы, и мы также обсудим, зачем стоит особенно следить при перегрузке операторов. Начнем мы с перегрузки бинарных, арифметических и битовых операторов, у которых есть короткая форма. Например, оператор плюс и оператор плюс равно. Рассмотрим это на примере класса строки. Пусть есть класс строки, string, и для этого класса мы хотим определить оператор склеивания строк, оператор конкатенации иногда называется, и будем выражать это при помощи оператора плюс. Перегрузим оператор плюс. При этом я предлагаю перегрузить этот оператор плюс при помощи внешней функции. реализовать его при помощи короткой версии этого оператора, то есть оператора плюс равно. А сам оператор плюс равно реализовать внутри класса как метод. Давайте объясню, почему разумно реализовывать оператор плюс равно внутри класса. Дело в том, что внутри данного оператора мы меняем левый аргумент, мы меняем значение некоторого уже существующего объекта. У нас была некоторая строка, мы к ней что-то прибавляем, то есть дописываем в конец. Для изменения этого объекта нам нужно получить доступ к его внутренним полям. И это намного удобнее, естественно, делать прямо внутри метода. Теперь давайте я объясню, почему разумно реализовывать обычную версию оператора, то есть просто оператор плюс, снаружи, как внешнюю функцию. Ну, во-первых, как вы видите, это получается довольно коротко, и такая реализация будет работать для любого оператора, при условии, что вы определили его короткую версию. Но есть еще и некоторый дополнительный бонус от этого. Давайте сравним такую реализацию с реализацией, которую можно было бы сделать, то есть если бы мы определили оператора плюс как метод. В принципе, это можно было бы сделать. Здесь вот в закомментированном коде написано, как бы выглядел этот оператор плюс, если бы мы реализовали как метод. Давайте сравним. Оказывается, что если мы реализуем такой оператор плюс как метод, то при вызове такого оператора не будет работать приведение левого аргумента. Что это значит? Пусть у нас есть некоторая строка S1, которая хранит слово world. И мы хотим составить фразу hello world. Для этого мы создадим переменную S2 и записываем в нее конкатенацию двух строчек. Hello с пробелом и, собственно, строки, хранящие слово world. При этом, как вы видите, левым аргументом оператора плюс здесь является строка в стиле C, то есть обычный char-conc2. Почему я ожидаю, что это вообще скомпилируется? Но дело в том, что у нашего класса строки есть конструктор от одного параметра, от параметра типа char-conc2, а такие конструкторы задают приведение от типа своего аргумента к типу того класса, у которого этот конструктор объявлен. То есть этот конструктор задает приведение от строки в стиле C к строке, которую мы определяем. Поэтому оператор плюс, который мы определили, он может быть вызван в данном случае. При этом для вызова этого оператора потребуется привести левый аргумент к значению типа string. И для этого будет вызван просто конструктор от одного аргумента. То есть данный оператор плюс можно вызвать. Если же данный оператор плюс реализовать при помощи метода, то для вызова метода нужно, чтобы левый аргумент был уже существующим. То есть так как этот метод вызывается у некоторого объекта, то для того, чтобы вызвать этот метод, нужно, чтобы этот объект уже существовал. А в данном случае при вызове оператора плюс левого объекта еще не существует. Для того, чтобы он появился, надо сначала вызвать конструктор, который приведет аргумент типа строка стиле C к строке, которую мы определяем. Поэтому если мы будем определять оператор плюс внутри, то данная строчка не скомпилируется. Если мы определим оператор плюс снаружи, то все будет хорошо работать и компилироваться. Если мы поменяем эти аргументы местами, то будут работать оба оператора. То есть и в том случае, если мы определим его снаружи, и в том случае, если мы определим его внутри. Но для такой работы требуется, чтобы оператор плюс был реализован снаружи. Так как это удобно и естественно, то разумно определять такие бинарные операторы как внешние функции. Еще хочется обратить внимание на то, как я конкретно реализовал этот оператор плюс. Заметьте, что первый аргумент этого оператора плюс передается по значению, а второй по константной ссылке. Второй аргумент передается по константной ссылке для того, чтобы сэкономить на копирование. Здесь не происходит копирование строки. Почему же я первый аргумент передал не по константной ссылке? Можно было бы передать его по константной ссылке, но тогда для того, чтобы внутри вызвать у какого-то значения типа строки оператор плюс равно, мне потребовалось бы скопировать первый аргумент. То есть я бы скопировал первый аргумент, после этого вызвал бы у него оператор плюс равно и вернул бы значение. Для того, чтобы сэкономить на коде, ну то есть чтобы не писать этот код, который каждый раз потребуется писать, можно скопировать этот первый аргумент уже при передаче функции. Поэтому естественно и удобно принимать первый аргумент в таком операторе по значению Тогда, в тот момент, когда функция будет вызвана, первый оперант уже скопируется И дальше осталось вызвать оператор плюс равно и вернуть значение, которое вернет этот оператор плюс равно Важно отметить, что данный код будет работать и для других операторов при условии, что мы перегрузили короткую версию То есть если я здесь заменю плюс на умножить, то это будет единственное изменение, которое потребуется для того, чтобы заставить работать оператор умножения При условии того, что уже реализован оператор умножения короткая версия внутри класса как метод